Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я снимаю очень короткое видео, в котором расскажу вам вкратце и отвечу на два самых часто задаваемых вопроса. После того, как я вам об этом расскажу, будет классная подборка, классных фотографий, в основном с интернета с Pinterest, также мои работы, о том, собственно, как можно применять эти плитки в интерьере. У меня уже есть подобное видео, но у него очень и очень мало просмотров, потому что в основном подписчикам нравится смотреть на мастер-классы. И потом возникают вопросы, на которые я, в принципе, в том видео уже ответила. Поэтому сейчас я сниму еще одно такое видео, потому что на канале появились новые подписчики, чему я очень рада. Всех благодарю за подписку, за лайки, за комментарии, всем очень-очень благодарна за просмотр. Итак, первый самый часто задаваемый вопрос. Какие плитки я использую? Я вам покажу конкретные плитки. Вот это два варианта, самые часто используемые. Есть еще, конечно, плитки другого размера, другой фактуры, также керамические плитки, но их использую очень редко, потому что на самом деле вот эта плитка заменила мне керамическую плитку полностью. Форма, размер повторяет эту плитку целиком и полностью, я имею в виду керамическую, но при этом она гораздо легче. Это плитка из МДФ. Покупаю я такие плитки в курсе Красноярске у производителя. Они делают их самостоятельно, высылают в любом объеме и количестве. Я заказываю обычно, ну, не менее 50 штук, там 40-50, например, если я делаю какое-то зеркало, потому что такие плитки я чаще всего использую для зеркал. Затирку использовать не нужно. Вот это вот расстояние между плитками, я надо было вторую взять, чтобы наглядно показать, оно не должно затираться. Там будет некий просвет и это очень красиво смотрится на самом деле. Потому что сегодня мне задали вопрос в комментарии под последним видео, как затирать эти плитки. Их не нужно затирать вообще никогда, потому что это декоративные плитки. И, кстати, да, ссылку на производителя я оставлю в описании к этому видео. Вот такие плитки я покупаю только в одном месте, город Красноярск. Учитывайте, что заставка из Красноярска не самая дешевая, потому что все-таки регион не близкий. У меня получается 600-700 рублей, ну, там в зависимости от веса. И второй вариант. Вот такая вот плиточка из фанеры. Такие плитки вообще можно купить где угодно. Они продаются на Валберис, на Озон, на вообще различных маркетплейсах, на различных сайтах. Все, кто занимается творчеством, продают подобные плитки. Они бывают из фанеры, из МДФ, вот такие тонкие тоже. Но я как-то приспособилась покупать их на сайте Фрактальные краски. Я думаю, что многие уже поняли мою любовь к этому производителю. У них очень качественные, классные материалы. Покупайте где хотите, в принципе, без разницы. Вот абсолютно одно и то же. Единственное, что здесь чуть-чуть они толще. Может быть, на миллиметр толще, чем вот на всех других сайтах, где я покупала. Поэтому я всегда рекомендую Фрактальные краски. Бывает, что у них на сайте нет этих плиток в наличии. И тогда я отсылаю вас уже там на Валберис, то есть там, где я приобретала эти плитки в случае отсутствия их вот именно на Фрактальных красках. Показываю в качестве примера. Я думаю, что многие уже видели. Вот такой вариант. Это одна из моих последних коллекций. Или вот то, что мы с вами смотрели в последнем видео. Теперь второй, самый часто задаваемый вопрос. Кстати, ссылки я оставлю в описании к этому видео. Второй, самый часто задаваемый вопрос. Где можно использовать или нужно использовать такие плитки? Но в первую очередь я вам сейчас скажу, где их использовать нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Даже если очень хочется. Даже если кажется, что ой, вот у меня-то все будет классно. Нет. Их нельзя использовать в качестве кухонных фартуков. Вот никак нельзя. Что бы вы там ни делали, как бы вы их ни приклеивали, сколько бы слоев замечательного лака вы не нанесли на работу, так или иначе, вы все равно испортите это. Во-первых, даже если вы будете использовать не вот такую вот деревянную плитку, а, например, керамическую, верхняя часть все равно у вас будет подвержена истиранию. Но нет таких лаков, которые защищат вас от комета, азелита, санокса и прочих других там термоядерных химозных средств, которые мы обычно используем для очищения нашей кухни от жира. Никогда не рекомендую никому. И даже если мне один раз, мне очень-очень одна клиентка прям просила, слезно умоляла, чтобы я сделала ей такие плитки в количестве там каком-то сумасшедшем для кухни, я отказалась, хотя соблазн был велик, потому что это был очень хороший заказ. Но, ребят, ну никак нельзя. Нельзя, дорогие мои, потому что работа будет испорчена. Даже если вы будете делать это для себя, а не для клиентов, вы просто будете очень-очень разочарованы. Потеряете средства, время свое, которое вы на это потратили, а самое главное, будет очень жаре испорчена работа, если особенно она вам будет очень нравиться. Также не рекомендую ни в коем случае использовать такие плитки в ванной комнате в качестве выкладки на стену, да, там пар, там какие-либо влага всякая разная, в общем, те же самые химозные средства, которые мы используем для очищения. Естественно, это как бы нет, это нет. Повторяю, даже если вы будете декорировать керамическую плитку, все равно нет. Теперь самый главный вопрос, где же можно использовать? Использовать можно вот такие плиточки, ну, посмотрите, это декоративные плитки. Мы их с вами декорируем. Ну, посмотрите, это же очень и очень интересные предметы для того, чтобы создать свой, исключительно свой интерьер, тот, который нравится вам. Какую-то изюминку, да, привнести, что это будет только у вас, больше ни у кого. Я рекомендую делать из таких плиток, во-первых, зеркала, рамы для зеркал. В качестве примеров я вам сейчас покажу. У меня есть уже замечательная подборка, которую я вам сейчас покажу. Я взяла ее в интернете в основном, ну, и свои работы, естественно, тоже. Там есть несколько зеркал, различные примеры, вы посмотрите. Для зеркал все же рекомендую использовать, ну, это не обязательно, но это моя рекомендация, вот такие плитки, более толстые. Ну, либо, кстати, керамические, что тоже очень хорошо. Керамические плитки, особенно если это роспись. У меня есть несколько видео по росписи плиток. Именно роспись, не декорирование, а как бы кисточкой, да, мы расписываем. У меня есть, кстати, классное видео, в котором я рассказываю, как расписать плитку, если вы вообще не художника, не умеете рисовать. Обязательно посмотрите это видео у меня на канале, ссылку я оставлю в описании к этому видео. Итак, зеркала, с этим разобрались. Рама для зеркал, выкладываем, все очень красиво, замечательно, все очень индивидуально, ни у кого такого больше нет. Панно. Панно могут быть как в раме, так без рамы, просто на стене на двухсторонний сколоч какой-то, да, вы это приклеиваете, потому что все же они очень легкие, очень и очень. Что еще? Подносы. Не такие подносы, да, на которые вы будете ставить какую-то там горячую сковородку, жареную картошку, конечно, нет. Это все-таки подносы такие более декоративные, где там чашечка кофе у вас, бутербродик красивый там, не знаю, какой-то. То есть красивая подача просто для интерьера, для приятного времяпрепровождения. Также это может быть ключница или просто крючочек такой красивый на такой плитке. Вы можете таких плиток сделать 5 штук, 6 штук, на каждую прицепить крючок, и это будет замечательный вариант. Ну, не знаю, декоративные крючки или функциональные, это уже смотрите сами. Вот, это то, что я... А, ну да, подстолья, конечно, столешницы выкладываются плитками. Это тоже может быть керамическая плитка, может быть плитка из МДФ. Вот для подстолья вообще любая сгодится, какую хотите. Единственное, что для столешницы, для выкладки, я не рекомендую вам делать вот такой вот очень-очень-очень объемный декор. Ну, скорее, что-то вот такое. Потому что, ну, как вы себе представляете, да, вот это все будет торчать, и там... Стол, это все-таки функциональный предмет интерьера, и хотелось бы, чтобы и плитки были более функциональные. Можно сделать, например, комоды. Выдвижные ящики на комодах, на шкафчиках тоже выложить. Ну, вы сейчас посмотрите примеры и поймете, о чем я говорю. Это видео, сразу говорю, да, не для тех, кто все это знает. Есть многие-многие мои подписчики, которые уже это давно все знают и прекрасно делают еще лучше меня. Но те, кто не знают, те, кто новички, вот я для вас это видео и сняла. В том числе для того, чтобы каждый раз, когда мне пишут в комментариях, как, как же можно использовать такие плитки, я буду просто отсылать вас на это видео. Вы будете его смотреть замечательным образом, все понимать, и мы с вами будем очень-очень классно дальше на моем канале дружить. Ну, коротко скажу о том, что отливки. Отливки вы можете приобрести у меня, они продаются в моей группе ВКонтакте, в разделе товары, там более 60 таких отливок различных. Пересылка по России, СДЭК, Почта России. Посылка, естественно, оплата будет взиматься Почной России и СДЭК по их тарифу. То есть пересылка в стоимость цены не входит. И до 10 января, напоминаю, скидка на все мои отливки 10% до 10 января. Так, ну все, я наговорилась. Теперь я вам покажу сейчас конкретные примеры, которые я нашла в интернете. Хочу еще раз сказать, я не знаю, говорила я уже это сейчас или нет, потому что я повторно снимаю это видео. Первый раз не записалась, ничего благополучного. Я там наговорила, наговорила, и все просто у меня, оказывается, камера вообще не была включена. Поэтому, надеюсь, сейчас она у меня работает. Будет очень весело, если нет. Не помню, говорила или нет. Если говорила, не осуждайте, повторюсь, все или почти все варианты вот этих вот картиночек я взяла в интернете. И частично мои. Я говорю это не для вас, мои дорогие подписчики, а для, скорее, того, чтобы не нарваться на авторские права. Я не рекомендую, ой, простите, не претендую на авторство тех вариантов, которые я вам сейчас буду показывать. Те, которые мои, это и так понятно, что они мои, как бы для меня, зачем я буду про них говорить. А те, которые не мои, просто сразу говорю. В интернете находятся в общем доступе, в основном в Пинтерест. Любой может зайти, посмотреть. Я привожу их в качестве примера для своих дорогих подписчиков. Ну все, я наговорилась. Всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok